Сенсационное заявление сделал Вальтер Литвиненко, отец бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который сбежал в Британию и при весьма загадочных обстоятельствах скончался в Лондоне пять с лишним лет назад. За границей оказались и многие родственники экс-сотрудника российских спецслужб. Сегодня его отец думает, что стал пешкой в чужой игре. Из Италии, где сейчас живет Вальтер Литвиненко, репортаж нашего специального корреспондента Антона Верницкого. Письмо из Италии от Вальтера Литвиненко мы получили несколько дней назад. Было оно тем более неожиданным, что в нем он называл своего сына Александра Литвиненко, скончавшегося в клинике в Лондоне в 2006 году от отравления полониям 210, английским шпионом и просил прощения у страны. Так как все эти годы обвинял в убийстве сына спецслужбы России, а в своих многочисленных интервью заявлял о прямой причастности к смерти Александра Литвиненко российских властей. Этим пользовались на Западе многие. Встреча с Вальтером Литвиненко, эмигрировавшим несколько лет назад в Европу, оказалась совсем уж неожиданной. Холод, никому ты не нужен здесь. Подохнешь, вытащат и унесут. Вон как жена моя тоже. Просила все время, в Россию просилась. Я хочу домой. Плачет, сидит. Люба, прекрати. Сейчас я вот отвел на кладбище. Еще долги есть. Да то, что похоронили, еще должны мы здесь. За похороны. Там не выкинут ее могилку. Из могилки. Люди русские, не верьте никому. Мы здесь никому не нужны. Этот замерзающий в маленькой съемной квартирке в Италии 73-летний старик, которому за неуплату отключили свет, и у которого на баллон с газом ушли последние деньги, и есть Вальтер Литвиненко, чей отъезд из России западная пресса всего 4 года назад освещала очень активно. Это моя идея уехать была. Мы бросили все в Нальчике. Вытащил всю семью. 10 человек нас здесь было. И Любочку свою я здесь загубил фактически. Если так разобраться. Супруга Вальтера Александровича скончалась здесь, в Италии, в прошлом году. Сейчас семья Литвиненко разбросана по всей Европе. Денег не хватает. Помогает старику, отцу, разве что продуктами. Еду привозит сын. А за две квартиры он платить не в состоянии. Денег нет у него. Он за свою платит. Но у него двое детей. И я еще на шее сижу. Иногда это... Дочка борщ присылает. Борща поем. Итальянская провинция. Небольшой городок под названием Монте-Марциано. Когда Вальтер Литвиненко в 2008-м приехал сюда, его дом осаждали многочисленные западные журналисты, писавшие о том, что этот вынужденный отъезд с Родины результат якобы политических репрессий в России. Он и сам тогда активно включился в эту игру. В 2006-м после смерти сына Литвиненко-старшего начинают привлекать к ведению активной антироссийской кампании. Ему оплачивают проезд по европейским городам, начиная с Лондона, помогают с деньгами, вывозят на пресс-конференции, дарят компьютер для написания статей. Вот Вальтер Литвиненко в Лондоне с Борисом Березовским. А это уже в одном из многочисленных документальных фильмов с Ахмедом Закаевым, объявленным российской прокуратурой в международный розыск по обвинению в терроризме, но получившем политическое убежище в Великобритании. А это Вальтер Литвиненко уже на Украине, где представляет книгу сына, написанную им в соавторстве с Александром Гольдфарбом, ныне живущим в Нью-Йорке и работающим в фонде гражданских свобод, открытым все тем же Борисом Березовским. Рядом с Гольдфарбом в Лондоне снова Литвиненко-старший. Не верьте этому режиму. Режим московский. Это убийственный режим для всего мира. Не верьте ему. Но история вокруг смерти Александра Литвиненко постепенно в Европе сошла на нет. Тем более, что всплыли факты о его сотрудничестве с британской разведкой Ми-6. В этом британским газетам призналась вдова Литвиненко Марина. А потом, когда я узнал, что это работа разведок, ё-моё, так при чём тут тогда этот... Всё, вот я вам говорю. Вот этот, как щелчок в голове. Вот, что Ми-5, да? Или Ми-6, как она? Во, всё. Это щелчок в голове. Если, понимаете, меня воспитывал отец. Он и Сашке давал понятия, мой отец. Отец мой ветеран войны. Двух войн ветеран. Издание Mail on Sunday утверждало, что Литвиненко получил от британских секретных служб десятки тысяч фунтов за помощь. К тому же суд Лондона до сих пор с 2006-го так и не дал окончательного ответа на вопрос, кто и главное, почему убил Литвиненко. Конкретно, я думаю, там никто ничего не знает сейчас. Кто и что. А может, не хотят знать. Понимаете? Ну, а когда открылось, что он агент Ми-6, это позор для меня и для всей семьи нашей. После того поворота в этой истории оказался не нужен своим бывшим друзьям и покровителям и Литвиненко-старший. Все, плюнули на Вальтера. Пока нужен Вальтер был грязью кого-то залить. Вальтер нужен был. Сейчас Вальтер не нужен. А вы звонили кому-нибудь? Конечно, звонил. Я и Борису об этом начал. А он не слушает, все, бросает трубку. И некогда. Ему вот сейчас некогда. Борису это? Борису Абрамовичу. Березовскому я звонил. Он не хочет со мной вообще разговаривать. А я должен за сына предателя сейчас кричать, шуметь по всему миру. Уже в конце этого разговора Вальтер Литвиненко сообщил нам, что пытался просить помощи и у всех западных изданий, так охотно размещавших его антироссийские статьи, без результата. Вот почему он хочет расставить все точки над «и» в этой истории. Они сейчас, вот если кто услышит, что я с вами вот так беседую, они скажут, это загнали, там за спиной с пистолетами стоят. Потому что меня читали. Там с пистолетами стоят. А вот эти допрашивают. И он сидит, бедный старый человек, и говорит, бог знает что. Не исключено. Понимаете, вот это вот, чтоб не было, надо как-то вот показать это все. Никакой уверенности в том, что сейчас Вальтер Литвиненко вновь не изменит своего мнения, если вдруг ему помогут деньгами на Западе, нет. Но сегодня он думает так. Старый яблый, жизнь прожита. Главное, под конец не нагадить. Уйти нормальным человеком. Чтоб потом вслед не плевали, какие уди. А там отец встретит, на том свете спросит, что, сынок, в Иуды подался. Родина, прости меня ради бога, прости меня, моя родина. И помоги мне вернуться обратно на свою землю. Старику. Добавить к этому нечего. Антон Верницкий, Павел Волконский, Первый канал, Италия.